Регистрация на ЦТ В резервные дни завершается в Беларуси. Они назначены на 14, 16 и 18 июля. Всего в этом году зарегистрировались более 62 тысяч человек. Последний тест по основному графику по всемирной истории прошел 8 числа. Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 16 июля тем, кто будет проходить испытания в запасные даты с 23. Для сохранности данных пациентов в больнице поликлиник обезличат. Минздрав предложил соответствующую инструкцию, чтобы соблюсти врачебную тайну. Также это один из этапов защиты личной информации, когда медкарты будут храниться на интернет-платформе. В частности, засекретят фамилию, имя и отчество человека, паспортные данные, место жительства, фото, профессиональную информацию о причинах смерти. В Беларуси будет увеличиваться доля энергии, получаемой из возобновляемых источников. Речь о гидро- и фотоэлектростанциях, биогазовых комплексах, мини-ТЭЦ на древесном топливе. К концу пятилетки их мощность достигнет 630 мегаватт, сейчас 500. Это уменьшит выбросы углекислого газа. В целом, ее будут развивать и далее, но изменятся подходы. Вместо квот передадут на аукционы. Это стимул для потребления предприятиями и гражданами. По отдельной программе развивается и ветроэнергетика. Оранжевый уровень опасности объявлен на сегодня в Беларуси. Столбики термометров поднимутся до отметки в 34 градуса. В МЧС напоминают, в такую погоду лучше отложить занятия спортом и не употреблять спиртное. Девушкам советуют использовать как можно меньше косметики. Многослойный макияж только навредит коже. От длительных поездок просят отказаться автомобилистов. В жару ухудшается самочувствие и снижается скорость реакции.